Добрый день, друзья мои, коллеги. Идет стройка продления улицы Подольских Курсантов. Это одна из самых важных строек для Южного округа, потому что дает возможность комфортного проезда до промзон Чертаново. Сегодня этот транспорт идет через жилые районы, через жилые микрорайоны, по сути дела под окнами домов, и строительство такой магистрали новой с развязкой на МКАДе, конечно, улучшит транспортную ситуацию. Доложите, как идет стройка? Стройка идет по графику. В общей сложности мы планируем построить 5,4 километра дорог. Они вот отсюда начинают. Это новая абсолютно дорога, то есть ее раньше здесь не было. У нас кроме, вот 6 полос идет в общей сложности туда и обратно по земле, и по 4 полосы в одну, две в другую сторону, это развязка над МКАДом. Значит, на сегодняшний день у нас достаточно серьезные были проблемы с прохождением по территории Московской области. На сегодняшний день мы имеем там два земельных участка, один находясь в федеральной собственности, один находясь на территории Московской области. На один участок нас сейчас допустили к строительству, мы отработали с Росимуществом и начали строительство. По второму участку, который по территории Московской области, есть вопрос освобождения газовой заправки, которая, к сожалению, надо констатировать факт, была построена в красных линиях в полосе отвода МКАДа. Значит, мы, конечно, разберемся с этим вопросом, Сергей Семенович, как бы найдем решение, но вот пока это является некоторым задерживающимся фактором. Что касается самого строительства, у подрядчика вопросов нету, финансирование полным рублем оформлено, строители все работают, вы видите, полным ходом работы идет к углосудочным режимам. Беонид Васильевич, доложите, как идет стройка, какие сроки вы закончите ее? Сергей Семенович, полностью работа будет закончена в сентябре месяце, на сегодняшний день дорожная работа и перекладка инженерных коммуникаций практически в стадии завершения, и сомнений в том, что сроки будут выдержаны, никаких нет. Хорошо, доложите мне, как идет вынос газовой заправки, чтобы нам не тормозить стройку. Спасибо. Сергей Семенович, и у нас есть еще одно предложение, мы, может быть, как вариант, если вы одобрите, хотели бы разделить на два пусковых комплекса. Вот эту часть, которую выезд на нашей стороне Москвы, мы можем пустить уже где-то в июне, сможем? Да. Вот эту часть мы бы запустили в июне, потому что это уже даст, ну, для нас каждый месяц это плюс. Полторы тысячи грузовиков ежедневно здесь двигаются, мимо жилых домов. Поэтому, если вы дадите поручение, мы вот первым... Конечно, если можно, в два этапа, конечно, запускайте в два этапа, чего-то держать. А в сентябре закончим всю разку. Хорошо. Ладно, спасибо. Все, ездим. Неплохо. И Варшавка, и Каширка, и вот эта линия новой дороги, она, конечно, разгрызет. Она серьезно даст вообще помощь, потому что здесь в Остряковске проезд в однополосном исполнении под МКАДом туннеля. Вы представляете, эти машины либо все на Варшавку ехали, либо по однополосному панели. По одной улице был в одну сторону, в случае какой-то аварии она вообще будет, дает заблокированную балку. В Яндекс.Провке, я смотрю, здесь все время красным стоит. Смотрите, у нас есть большая грузная парковка, уже большая, на 400 машин. Битком она, битком. Битком и будет, конечно, к месту все это. И там мы делаем же ведь бытовой комплекс с гостиницей, с техсервисом небольшим, с прачечной. Будет еще лучше востребовано. Еще, Максим Алексеевич, мы об этом, мы говорим про дорогу основную, да, а фактически мы по 200 метров еще строим дублеры, полосы разгонные на МКАДе. То есть это у нас, как бы, получается еще частичная реконструкция МКАДа. Мы везде, где можно МКАД таким образом реконструировать. Да, это дополнительные разгонные полосы, которых раньше не было, без которых сворачивали на Варшавку, создавая там пробку дополнительную. Мы еще полосу, которую прикладывают на Варшавку, за счет этого освобождаем. Вообще, одна из самых полезных строек, которые есть по дороже транспортному строительству. Хорошо, хорошо. На территории МКАД.